Премьера госсовета КНР Ликотян прибыл с официальным визитом в Австралию. Уже состоялся торжественный прием в честь высоких гостей. А далее китайской делегации предстоят пять дней напряженной работы. Там запланировано участие Ликотяна в пятой ежегодной встрече глав правительств Китая и Австралии, доклад на китайско-австралийском форуме торгово-экономического сотрудничества, участие в форуме руководителей провинции штатов, а также другие мероприятия. Главная цель визита – продвижение всестороннего стратегического партнерства и свободной торговли. Затем премьер КНР отправится в Новую Зеландию по приглашению премьер-министра Билла Ингельша. Это первый визит премьер-госсовета КНР в Австралию и Новую Зеландию за 11 лет. И он имеет важное значение. Старит понятно, какие шаги должны предпринять Китай, Австралия и Новая Зеландия, чтобы потерять свободную торговлю в ослабленной сегодня мировой экономике, по прийти к растущему протекционизму и антиклобализации. Перед поездкой китайский премьер опубликовал статью в австралийской газете об отношениях двух государств. Ли заявил, что изоляция никогда не сделает страну процветающей и счастливой. Торговые войны не обеспечивают честную торговлю, а протекционизм не защищает интересы государства. По мнению премьера госсовета КНР, Китай и Австралия выступают за содействие процессу глобализации, а также поддерживают экономическую интеграцию и упрощение процедур в области торговли и инвестиций. Дипломатические отношения между этими двумя странами начались еще в 1972 году. Официальный статус отношений постоянно повышался. Со всестороннего сотрудничества до стратегического партнерства, а затем до всестороннего стратегического партнерства. Китай – крупнейший торговый партнер Австралии, рынок экспорта и источник импорта. В 2013 году двусторонний объем торговли достиг пика и составил примерно 140 млрд долларов США. В 2015 году стороны подписали соглашение о свободной торговле. После этого наблюдается ежегодный 50% рост экспорта сухого молока, красного вина и других продуктов из Австралии в Китай. В 2016 году 70% австралийского экспорта в Китай составляло железо. В свою очередь Китай поставляет в Австралию техническую и электронную продукцию, а также текстиль. Кроме того, Австралия привлекает прямые инвестиции из Китая. В 2008-2009 годах произошел бум вложений в горнодобывающий сектор, а затем интерес инвесторов переключился на недвижимость и сельское хозяйство.